Президент Беларуси созвал совещание по связям с прессой. Он обвинил государственные СМИ в глобальной информационной войне. По его мнению, следует также обсудить блокировку YouTube и иностранных социальных сетей. Как бы это ни было сложно, нужно не только оставаться в центре внимания аудитории, просвещать, объяснять, поддерживать, но и думать о своем развитии, сказал он в своем пресс-релизе. Он считает, что Москву и Минск демонизируют. Посмотрите, как жестоко они с нами борются. Чиновники демонизируют и Москву, и Минск на глазах у всего мира. Шарпа и Геббельса уже обогнали, сказал он. Он уверен, мы не можем проиграть эту войну. По его словам, государственные СМИ все чаще перехватывают повестку дня в интернете. Там можно увидеть основные белорусские телеканалы, советская Белоруссия, Белта. Но говорить о том, что наши информации доминируют, что мы там выигрываем, наверное, пока преждевременно, сказал Лукашенко. По словам Лукашенко, это уже сделано в России. Возможно, стоит сделать то же самое в Белоруссии или защитить интернет китайским золотым щитом. Лукашенко считает, что социальные сети нужно блокировать, если они вредны и только разрастаются. В противном случае нужно повременить. Между прочим, Минск и Москва ведут информационную атаку на Киев и Запад, отметили медиаэксперты, проанализировав основные пропагандистские нарративы обеих стран. Официальный Минск отказался от принципов нейтралитета в освещении российского вторжения в Украину. Проправительственные СМИ Беларуси полностью вовлечены в спонсируемую Кремлем информационную кампанию, говорится в сообщении, опубликованном проектом белорусского пресс-клуба MediaIQ. Представители подконтрольных СМИ в Москве и Минске представляют россиянам и белорусам альтернативную реальность, в которой война описывается как освободительная операция, а вооруженные силы Украины как националисты и бандеровцы. Эксперты установили, что представленные тезисы все больше напоминают нацистскую пропаганду. Подготовка общественного мнения в Беларуси началась за несколько месяцев до начала войны, говорит медиаэксперт Павлюк Быковский. Осенью Александр Лукашенко и госпропаганда стали говорить о том, что в Киеве хунта, украфашисты, националисты. Весь арсенал российской пропагандистской маркировки использовался и белорусской стороной, говорит Быковский. Белорусские пропагандисты также дезинформируют общественность о том, кто и где воюет. Поэтому события описываются в многочисленных белорусских СМИ как война между РФ и Западом.